добрый день коллеги меня зовут агенка дмитрий и сегодня я хотел бы поговорить с вами об инокуляции или биологической фиксации атмосферного азота мы с вами живем на планете воды но также наша планета является планетой азот ведь наша атмосфера состоит на 78 процентов из азота если перевести в массу этот объем то мы имеем с вами порядка 25 миллиардов тонн доступного азота который наши растения могут фиксировать азот является не неотъемлемой частью аминокислот который входит состав белков и неважно каких растительных или животных да мы с вами знаем что белок является важнейшим компонентом для многих процессов том числе он содержится и в нашей днк азот жизненно необходим для всех растений но в первую очередь мы с вами говорим сегодня о сои и мы знаем научно доказано что для формирования одной тонны семян сои необходимо порядка 80 килограмм азота если перевести круговорот веществ до азота и посчитать то ежегодно биологическая фиксация азота на нашей планете составляет порядка 150 320 миллионов тонн промышленным способом из атмосферы фиксируется всего лишь 1 миллион тонн но существует и другой способ фиксации атмосферного азота и это конечно же клубниковые бактерии которые помогают растениям фиксировать азот из атмосферы чуть позже мы остановимся и рассмотрим более детально как это происходит но давайте поговорим про сою и поговорим о том а как получить 3 тонны урожая насколько азота требуется для того чтобы получить 3 тонна 3 тонны с гектара потребуется порядка 240 килограмм действующем веществе откуда мы можем взять этот азот естественно какая-то часть его именно порядка 40-50 килограмм содержится в гумте еще 30-40 килограмм мы с вами можем получить от минерализации растительных остатков предшествующей культуры и в итоге мы с вами получаем из 240 требуемых килограмм порядка 70 90 килограмм которые уже находятся в почве далее мы можем восполнить дефицит этого азота с помощью минеральных удобрений нам потребуется 150 170 килограмм в действующем веществе и тогда мы можем с вами рассчитывать на получение раз таки такого урожая но какие сложности до вызывает несение минеральных во первых если мы с вами пересчитаем 150 170 килограмм на физический вес мы с вами получим физическую массу порядка 350 370 килограмм что довольно таки сложно внести при посеве дай и в дальнейшем в течение вегетации кроме того этот азот расходуется на сорняки на почвенную биоту он участвует в круговороте веществ и таким образом у нас с вами сохраняется порядка 40 50 процентов которые способны усваивать растения соты но при этом время на усвоение до составляет там порядка одного полутора месяца дальше растения соя будет испытывать дефицит именно в тот момент когда начнется фаза бутонизации цветения налива бобов этого азота уже не останется его нужно будет носить течение вегетации что довольно сложно сделать поэтому альтернативным способом является как раз таки биологическая азот фиксация за счет кубинковых бактерий которые способствуют усвоению как раз таки азота из атмосфер давайте разберемся как это происходит когда корневая система развивается в почве и испытывает недостаток и растение испытывает недостаток азота то соответственно корневая система посылает сигнал бактериям который сигнал называется флавоноиде когда бактерия получает этот сигнал она соответственно отсылает обратный сигнал растению и корневая система начинает развиваться в сторону этого кубинка конкретный корневой волосок он соответственно обволакивает эту бактерию и далее бактерия проникает в корень самого растения до дальше соответственно про это получается у нас внутри клеточная с вами резобия она развивается и таким образом мы с вами получаем развитый клубенек которые взаимодействуют с проводящим пучком и через этот проводящий пучок соответственно от клубенька в растение поступает доступная аммонийная форма азота и распределяется соответственно дальше в стебле и даже далее бобы если мы говорим с вами до об эффективной инокуляции от чего зависит эффективно от наличия таких микроэлементов как кобальт и молибден молибден отвечает за активность нитрогеназа которая как раз таки работает на перевод из азота в азота из м2 соответственно в аммонийную форму и кобальт отвечает соответственно за гемоглобин это такой элемент так такой же практически элементы как и у человека гемоглобин отвечает гемоглобин за транспортировку кислорода чем больше кислорода соответственно тем активнее будет происходить перевод трансформация самого азота в данных клубеньках да и поэтому когда мы разрезаем живой убенек мы с вами видим что он красного цвета в разрезе если же это активно работающий клубенек если клубенек у нас с вами зеленого цвета то это значит что он уже погиб недавно да но он работал если клубенек у нас серого цвета то это означает что публики давно погибли и они давно уже не взаимодействует и не снабжают растения своим необходимым количеством азот баланс азота в почве мы с вами понимаем что 70 90 килограмм азота у нас уже с вами есть почве если мы не даем большое количество удобрений на старте то мы обеспечиваем таким образом делаем инопуляцию семян таким образом и обеспечиваем эффективную биологическую фиксацию и если это биологическая фиксация будет на уровне 70 80 процентов то соответственно клубеньки смогут обеспечить необходимым количеством азота сою да и даже сохранить плодородие почвы или обогатить его если мы посмотрим с вами на формулу расчета до 3 тонны соя содержат порядка 1110 килограмм протеина если мы с вами эту массу разделим на коэффициент 625 то получаются сами 180 килограмм вот и считает делали анализ почвы посмотрели что в ней находится 50 80 килограмм до остальные там 100 килограмм нам нужно внести дать соя с помощью как раз таки кубеньковых бактерий если биологическая фиксация азота будет у нас с вами на уровне 50 процентов то это уже 120 килограмм то есть своя будет обеспечена и мы с вами сможем получить необходимое количество азота уровень биологической фиксации азота зависит от количества от доступного азота почве если мы с вами вносим 100 120 килограмм 150 килограмм зелитры там карбамида неважно чего почву то мы с вами соответственно даем сои доступное питание и она не будет стараться не будет работать над тем чтобы сделать симбиоз клубниковыми бактериями поэтому для того чтобы биологическая фиксация была на высоком уровне необходимо давать не более 15-20 килограмм действующем веществе азота при посеве соответственно мы с вами знаем что все начинали наверно обработку несения инокулянтов с помощью сухих порошков и так далее на основанных на торфе но титр этих таких инокулянтов довольно таки низкий он недостаточный для того чтобы обеспечить высокий процент фиксации азота и соответственно компании начали разрабатывать жидкие формы которые и удобнее наносить и соответственно удобно распределить по семенам и на каждом семени обеспечивается необходимое количество как раз таки таких бактерий но еще существует гранулированная форма до для нее которые эти такие инокулянты вносятся непосредственно при посадке в при посеве борозду но сложности с точным распределением да и эффективностью такой данный метод для нас является не особо популярным и хотел бы обратить ваше внимание на то что в портфеле компании сингента появился инокулянт от ула это биологический инокулянт последнего поколения с высокой концентрации 2 на 10 10 степени который содержит себе два штамма клубниковых бактерий бродиризобиум джапоникум которые адаптированы к российским почвам которые показывают себя очень хорошо при пониженной паш почвы до 4 и 7 и соответственно способных выживать при высоких температурах таким образом данный инокулянт способствует получению высокой биологической фиксации за более подробной информации переходите по qr-кодом на продуктовую страницу по продукту либо подписывайтесь на наш канал ситке youtube удачного просмотра всем хорошего дня удачного просмотра всем хорошего дня удачного просмотра всем хорошего дня удачного просмотра